Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive. И сегодня, ребята, у нас на столе необычный микс. Я тут почувствовал, что удача вроде как на моей стороне снова, и, соответственно, надо открывать, открывать и еще раз открывать, поэтому спасибо вам за ваши лайки. Также на прошлом выпуске я просил вас оставить комментарий для следующего открытия, и, соответственно, выбрал один. И написал его Mine Luxure PVD. Шиморо работал на атомной электростанции, один нюк, это сувенирный набор, да? В самом центре реактора было очень жарко, опять Феникс. Вдруг Шиморо узнает, что его девушку Арнору одна девушка-наклейка похитили. И он узнал, что ему придется перейти Африку, два Саммер Зеленых, и Антарктику, два Винтер Оффенсив. Он берет с собой три оружия, тираж 1, 2, 3 и револьвер, один револьвер. Ему преграждает путь пустыни, а сувенирный даст два. Но он преодолевает ее и спасает свою девушку. Все его хвалят, один кейс. Браво! Ну что ж, друзья, давайте проверим. Очень дорогой микс написал нам Mine Luxure PVD. Я все-таки решил согласиться, потому что такого у меня еще не было. И мне пришлось побегать, сука, по торговой площадке, чтобы это все накупить, ребята. Времени потрачено было довольно много, но тем не менее. Спасибо вам, друзья. Ну а мы приступаем. Итак, мы, значит, работаем с вами на электростанции Нюк. Вот она, да? Открываем дорогой сувенирный набор, где может выпасть, кстати, очень крутые пилюльки. Это ядерная угроза P250 и ТЭК-9 ядерная угроза. Я очень надеюсь на то, что нам может что-то прухануть. Но, как мы знаем, дорогие друзья, это большая-большая редкость. И нам выпадает сувенирный МАК-7 радиоактивная говна. Кусок, дорогие друзья. Черт подери, черт подери. Кусок говна. Какие-то интересные. All Stars. Посмотрите, две наклейки на нем. Какие-то довольно интересные, друзья. Ну ладно, не будем это брать во внимание. Далее мы, соответственно, идем в центр реактора, где очень жарко. Поехали. Операция Phoenix, дорогие друзья. Начинается наше невероятное открытие кейсов сегодня. И смотрим, что же приготовит нам Габин. А готовит он нам статтрек МАК-7 райский страж, дорогие друзья. Ну, с Фениксов мне только МАК-7 райский страж и падает. Не знаю. Продолжаем, продолжаем скрывать. Продолжаем не расстраиваться, соответственно. И ждать какого-нибудь красивого дрючилова в виде АВП Азимова. Да, сука, сказал же удача на моей стороне, ман. Мы пройдем по головам, ман. Тандар-дан-дан. Вэм-вэм-вэм-вэм. После полевых Азимов. Дорогие друзья, я так и знал, что мы раздадим сегодня всем по головам. Отличит, ман. Ой, блин, ребята. Это же АВП Азимов после полевых. Ёлки-палки. Гейб, я вижу, что ты сегодня не затих. АВП после полевых. Все, ребята. Я уже безумно доволен. Это нереально. Это нереально круто и красиво, дорогие друзья. И если вы еще не поставили лайк, нужно ставить сейчас, потому что мне продолжает сыпаться фиолочка. Я же сказал, что я почувствовал удачу, дорогие друзья. Я почувствовал удачу. И вот она. И вот она, дорогие друзья. Удача прямо перед вами. Прямо, прямо вот здесь и сейчас мы с вами ее используем, ребята. Медуза. Теперь нам сыпется в кейсах. Теперь мы получаем статтрек синьку даже. Неужели? Это просто невероятно. Нужно звать на этот выпуск всех своих друзей и рассказывать им об этом срочно. Ладно, ребята, поехали дальше. Далее мы узнаем, что нашу девушку Арнору украли. И открываем эту капсулу. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, какую Арнору у нас украли сегодня. В какой она будет позе. И она была с керамбитом, друзья. Одна девушка-наклейка. Значит, нам нужно, чтобы ее спасти, пересечь Африку. И это, соответственно, два летних зеленых кейса, ребята. Летний кейс из спортс. Поехали. Здесь может выпасть Ягуарчик. Очень крутой лут. И может выпасть Харти Сейра. Тоже неплохой АВП. Ну, а остальное, в принципе, абсолютный кусок говна, который нас не интересует. На это я даже смотреть не буду. Вот это вот мне выпал кусок говна, как раз, который меня не интересовал. Поэтому это абсолютно не важно. Но мы действуем дальше, друзья. Мы действуем дальше. И я надеюсь, что у нас что-то выйдет. USPS кровавый. Тигр. Эх, не получилось на Мафрику пересечь успешно. Винтер Оффенсив идет следом, ребята. Два кейса Винтер Оффенсив, дорогие друзья. Где может выпасть М4А4 Азимов. Савыдов Кряген. Что-то там мимо пролетало. Я рассчитываю на что-то хорошее. И да, это еще одно фиолетовое оружие в нашу с вами копилку, дорогие друзья. Просто невероятно. Просто невероятное открытие сегодня идет. Много фиолог. Статтрек Синки. Габен, неужели? Я так и знал, что удача на моей стороне. Ну, здесь, конечно, Галильчик. Песчаная буря, которой нас абсолютно не интересует. Ну, и хер с ним, дорогие друзья. Хер с ним пускай будет. Идем дальше. Винтер Оффенсив мы сделали. Теперь мы открываем все тиражи оружейного кейса, друзья. Все тиражи, где может выпасть. АВП удар молнии. Гипнотический, поверхностная закалка и остальные куски говна. Выпадает нам как раз остальные куски говна, ребята. Здесь ничего не выпало, ладно. Но мы-то не печалимся, друзья. У нас еще есть второй тиражик, в котором может выпасть кровь в воде, сыворотка. В принципе, и то, и то очень хорошо. Но выпадает нам очередной кусок говна. Лучше б ты мне, сука, фиолки и розовые давал вот с этих кейсов. Ну, ладно, давайте идем дальше. Оружейный тираж 3 теперь, в котором может выпасть ни хера хорошего, дорогие. Дорогие друзья, но тем не менее мы его открываем, потому что он был в списке. И нам выпадает СЗАУТО кровавая паутина. Кровавая такая вся, да, паутина? Далее. Мы открываем один револьверный кейс. Один револьверный кейс, которому я не купил ключ, к сожалению. И вдруг я покупаю этот ключ. Невероятно просто использую его. И здесь нам может выпасть дохрена говна, дорогие друзья. Револьвер Градиент абсолютная гадость, которая не нужна, ребята. И стоит очень дешево, поэтому этот кейс меня абсолютно не интересует. Револьверный не стоит открывать, в принципе, на мой взгляд, я считаю так. Ему преграждает путь пустыня. Сувенирный Даст 2. Сувенирный набор, где может выпасть, ребята, интересный Янтарный Градиент и говно Янтарный Градиент Револьвер. Но все это сувенирное, ребята. Поэтому, в принципе, даже вот это вот говно будет стоить хороших денег. Я думаю, коллекционер может за него заплатить, но нам выпадает сувенирный ширпотреб. Но, как обычно, в принципе, сувенирных везения не так много. Хорошо. И теперь мы спасаем, соответственно, ребята, с вами девушку. И все нас хвалят. И это кейс операции Браво. Вот, дорогущий, интересный, вкусный. Отпускаю мышку и жду. И отпускаю мышку и жду, что нам выпадет. А выпадает нам витраж, который так и хочется, сука, выбить и выкинуть нахер в окно. Но Азимова мы отжали, друзья. Азимова отжали, поэтому... Блин, я не могу, что ли? У меня не хватает синьки. Да ладно, у меня не хватает на контракты, друзья, к сожалению, сегодня. Не хватает на контракты, ребята. Статтрек контракты тоже не хватает. Видимо, придется немножечко подождать, чтобы сделать контракты. Но, тем не менее, вы посмотрите на эту цацочку. Она очень красивая. И на ней нет ни единой царапинки, ребята. Это офигенно. Ладно, ребята, идем на сайт и дрючим там. В принципе, открытие удалось. Я очень доволен. Поехали дальше. Ну, друзья, а сегодня мы попадаем на сайт EliteCase.net, где будем пробовать свою удачу, ребята, дальше. А ведь белая полоса у нас пошла, ребята. Габен сегодня после полевых нам Азимовочку-то выдал. Ребята, молодец какой. Ну, посмотрим, что у нас будет здесь. Итак, ребята, давайте начнем, наверное, по тактике. Ну, не по тактике, а, наверное, по привычке. Я всегда, всегда стараюсь открывать засекреченного, потому что... Ой-ой-ой, и забыл совсем, что очень громко на сайте у нас идет бегунок. Так вот, я всегда люблю открывать розовенькое, потому что с розовенька может что-то нам выпасть, как говорится, но не в этот раз, да? Хорошо, ладно. Ничего страшного, ничего страшного. Выпало говно, дорогие друзья. Это тоже бывает. Это тоже бывает традицией, когда выпадает говно. Поэтому, друзья, я на это дело смотрю сейчас абсолютно спокойно. И мне это ничего не дает. Ну, говно выпало, говно выпало. Пока идем в минус, ребята, пока идем в минус. Но это первый... Ох, сука, но не до такой же степени говно! Это нереальный минус. Это нереальный минус. Это мне не нравится. Так, хорошо, давайте посмотрим, что здесь есть. Так, серебряный кейс. Так, сюда стоять. Принять участие в бесплатном... Ни разу не выигрывал вот в этой вот херне, ребята. Если кто-то выигрывал, напишите мне, и что вы там выигрывали. Потому что это для меня очень важно. Я ни разу, мне ни разу еще не выпадал ни в каком конкурсе какая-то пушка. Не знаю вообще, работает оно. Нет, ну, конечно, работает. Скажите, пищаль! Бля, заболтался! Пищаль, ептана! Так. Так, от этого мне нравится. Подождите, десерт игл пищаль. Здесь у нас, подождите, было открытие этого кейса? Мне просто понятен. Нет, его давно никто не открывал. И здесь залежался, ребята, Лутецкий. Так, пищаль я оставляю. Пищаль, мне это нравится. В этом кейсе мне пищаль падала уже не раз. Закупы на пищаль есть. Поэтому я попробую еще раз вскрыть. Давайте проверим. Давайте проверим. Может быть, продадим, вскроем что-то другое. Здесь мы уже пробовали, ребята, с вами вскрывать Ножецкий. Дух воды выпадает тоже неплохо. Но это я... Нет, это в минус, сука. Продаю. Это я продаю. Давайте попробуем открыть случайное тайное. Пищаль меня устраивает всегда. Но вот с этого кейса, сколько замечал, у меня пищаль падала, ребята. Потому что, скорее всего, его закупают просто на этот кейс. И он является там каким-то процентным выпаданием. Не знаю точно как. Наверное, его уже кто-то пооткрывал. Ни хера не выпадал. И я просто нарвался на это. Это отлично. Давайте откроем просто Браво кейс. Откроем просто Браво кейс. Посмотрим, что может быть в Браво. Уже сегодня Азимов у Габена. Пищаль здесь. Я говорю, ребята, белая полоса возвращается. Я не знаю, сколько она продлится. МАК-10 гравировка за 256 рублей. Продаю ее из Браво. Неплохой лутецкий, но я ее продам. Хочу дернуть что-нибудь засекреченное хорошее. Вообще, в целом, лента дропа сегодня меня не радует. Возможно, на боте нет так уж большого закупа. Поэтому, ну, хрен его знает. Давайте смотрим. Изумрудный дракон! Да ладно! Сука, блядь! Ребята! Верим в удачу. Продолжаем верить в удачу. Без комментариев. Просто без... И там еще пацану по убийству подтверждено. Я понял. Продолжаю верить в удачу. Сука. Да я настолько удачлив, что епта на. Что епта, блядь. Сейчас мне выпадет здесь, я не знаю, падение Икара. Сейчас мне выпадает здесь падение Икара, дорогие друзья. Смотрите на... Сука. Ладно, я плохо верил. Я плохо верил в удачу, дорогие друзья. Так надо настроиться. Нихера себе. Две пухи уже. Две... Это просто жесть. Это просто... Я не знаю. Ребят, давайте окусик. Так, сейчас мне выпадает огненный змей. Огненный змей. Я, сука, нереально удачливый. Нереально. Просто лакер. Просто я не знаю. Это... Это не описать... Да я, сука, лакер. Не описать словами. Ребята, мне надо срочно открывать больше. Мне нужно срочно открывать больше, больше, еще больше открытий, еще больше открытий. Все возвращается, сука. Все мои минусы, они просто улетучиваются. Я... Я... Все. Я... Я эпично удачливый. Я, сука, нереально. Вот. Давай мне. Это просто жесть, ребята. Это просто... Это просто имба какая-то. Это просто полоса, ребята. Это просто полоса, я вам говорю. Но потом пойдет, сука, опять черная. Спасибо... Нет, хотел сказать спасибо большое за 750 рублей. Но 750 рублей мне не упало. Еще раз пробуем. Так, опять же, повторяю эту фразу. Я, сука, удачливый. И у меня, сука, падает. Все, что нужно. Я, сука, нереально тащу. Нереально та... Блин, ну не в этот раз, видимо, дорогие друзья. Не в этот раз. Ёлки-палки. Хрен его знает. Хрен его знает. А кому-то, сука, выпадает там вон карп, ребята. Кому-то выпадает карп. Я... Три пушки рубанул. Три, сука, пушки рубанул. Три пушки... Ржавый. Сы, я уже думал, что-то интересное. Нет, ребята, нет, ребята. Еще раз розовую хочу. Еще раз розовую хочу. Так. Я мега удачливый. Я дерну этот кейс. Я вздрючу его. И мне будет падать. Постоянно, сука, падать. Везде будет падать. Давай. Вы. Падай. Что? Иг, Посейдон? А, электрические улей. Фу, электрические улей забираю. Ребята, это одно из самых вообще в целом очень удачливых открытий тоже. Опять же, вернулась полоса, друзья. Последние дни вернулась полоса, к чему я, естественно, безумно рад, ребят. Спасибо вам за поддержку лайками. Я боюсь, что... Я просто не знаю, сколько она продлится. По идее, в период этой полосы, в течение нескольких следующих открытий, Габен должен будет мне дать нож. Вот, вот по идее, да, по ощущениям. Потому что, когда идет сильная полоса везения, у меня такие были. Помню, мне Габен давал вообще, по-моему, несколько ножей. Ребята, кто это помнит, напишите в комментариях. За несколько дней. А, то есть, ну, там в течение двух недель, по-моему, у меня было несколько ножей. Ребята, просто от Габена. Это... Это у нас что-то интересное. Нихера себе! Кавай Кэнон прямо с завода! Воу-воу-воу! Я хочу этот... Я хочу этот Кабальт, ребята. Нихера себе! Гусь Валера? Что за Гусь Валера, нахер? Нихера себе боты назвались. Посмотрите, там аниме девочки. Кавайный спецназ, кавайный террорист. Кавайный спецназ, кавайный террорист. Это Кавай Кэнон. Пушка Кавай, дорогие друзья, нам выпадает. Охренительно! Это просто охренительно и восхитительно, дорогие друзья. Давайте смотреть дальше, что там... Что там за лутецкий интересный мы с вами напринимаем. Но это просто эпик, это просто эпик. Вот это забираем! У нас тут топливный инжектор! У нас тут электрический улей! Ребята, это просто... Я не знаю. Я не знаю. Это просто дракон. Это просто изумрудный дракон. Я не знаю, как это описать. Это и топливный инжектор, это тебе электрический улей. Электрический улей, ну, как бы, крафтить там хрен знает. Из электрического уля, ничего не будем крафтить Но, тем не менее, дорогие друзья Но это, это просто жесть, это просто жесть Я не знаю, я очень рад Что пошла эта полоса, правда Я не знаю, сколько она продлится, ребята А я не знаю, сколько удачи продлится Что там вообще на боте? Что там на боте, конкретно на этом? Ой, да хрена, да, я же говорю, закуп был на пищали То есть пищали на боте всегда есть Они всегда выпадают в алмазном кейсе, по-моему Ой, очень много всего Тут куча, конечно, скоростных зверей говна Как бы напихано, ну много, много, много Много, много видно, да Боты закуплены, боты закуплены И поэтому хорошо попал Бывает такое, что ты так хорошо, ясно, ясно дело Не попадаешь Вот закуп, кстати, идет, если открывать много Тай, хорошо, что я тайны, я сегодня много не открывал Потому что, скорее всего, мне бы попадали Ауги, которые сейчас заряжены в тайном кейсе С этим мы тоже, ребята, делом знакомы И с этим делом мы с вами тоже сталкивались, друзья Поэтому я очень рад, что я не пошел Сегодня открывать, вскрывать большое количество Тайного Иначе, ребята, это был бы полный провал На этом я мог бы пойматься Хорошо, что, блин, не пошел Вот, и, блин, я не знаю, сколько у меня эта полоса удачи продлится Сейчас нужно будет делать крафты, друзья Надо будет делать крафты, я не знаю, какой-нибудь эпичный крафт придумать И посмотреть, повезет ли там И если в каком-нибудь эпичном крафте у нас пойдет везение, друзья Это значит полоса удачи серьезная и хорошая, друзья А если в крафте не повезет, то, возможно, как бы полоса удачи есть Но она не такая, которая могла бы быть Поэтому хрен его знает Я жду сейчас от габена ножа Блин, ну у всех, наверное, такое есть Когда тебе в чем-то сильно везет И когда тебе, сука, вообще не прет Как бы ты что ни делал, тебе, сука, не прет У тебя не получается, ни хрена не выходит Ты от этого бомбишь Но потом дожидаешься от того периода, когда Соответственно, у тебя все хорошо И я не могу принять электрический улей Ну давай, давай, верни мне электрический улей Или мне придется потом это дело все делать Блин, бывает такая фигня Вот это вот уже либо баг со стимом Либо бот не успевает на меня реагировать А нет, все, бот успевает реагировать Бесит, когда баги со стимом происходят Когда ты сидишь там на сайте на каком-нибудь Или на рулетке Особенно бесит, когда ты вовремя не можешь на рулетке, например Закинуть вещи, ребята Вот это, наверное, со всеми было И, к сожалению, тут ты ничего не сделаешь Но на рулетке, конечно, это обиднее Потому что если ты хочешь затопить Попробовать выиграть ставку Заливаешь свои скины Оно очень долго, сука, ждется Вот здесь тоже все обклеено Ребята, у нас сегодня такие уникальные И очень редкие скины попадали Реально очень редкие скины Выпали 4 скина, которые, в принципе, являются довольно редкими И плюс АВП Азимов, который тоже считается довольно редким в выпадении в стиме То есть, ну, очень круто, ребята Это очень круто У нас с вами пошла полоса интересная Вот такой вот змей Вот такой вот змей у нас, да, ребята, есть? Очень дорогой змей У нас есть Кавай Кэнон Кавай Кэнон мне нравится Смотрите, какая дичь жесткая Я даже не знаю Ну что ж, друзья, у нас У нас с вами, кстати, заканчивался конкурс А у меня полоса везения У нас закончился недавно конкурс на скины Я думаю, может быть, разыграем, да? Я думаю, давайте я вам что-нибудь разыграю еще сегодня Скинов у меня много последнее время И я что-то подумал, а что бы нет Почему... Да, давайте, ребята, разыграем Давайте, я разыгрываю вот этот азимов, ребята После полевых У меня есть еще азимов Поэтому это... Я думаю, кому-то он пригодится Конечно же, счастливчиков не так много Но я думаю, кому-нибудь пригодится такой азимов Поэтому я, наверное, разыграю вам азимов Я разыграю вам, ребята Мы разыграем только хорошее Мы разыграем на третье место Мы разыграем с вами Довольно прилично выглядящий Снежный вихрь АК-47 Тоже кому-то должен будет понравиться Азимов у нас идет на второе место И на первое место У нас... Так, топливный инжектор Он закаленный в боях Изумрудный дракон понадобится для крафта Я еще так вот рассчитываю Чтобы потом, если еще... Я еще хочу потом, естественно, огненных змеев покрафтить Поэтому... Нет, это не первое место явно На первое место, ребята Мы с вами выведем Мы с вами выведем Ёлки-палки Че бы вам вывести на первое место? Давайте посмотрим по цене Я буду оценивать по цене У меня вот одна вот эта эмка Но я надеюсь, что я хантика файр еще выбью На первое место она... Она, в принципе, хорошо выглядит Но у меня она одна Блин, надо это... Надо это быстро определить Пуси Пауэр Писькина сила, да? Переводится вот это название Сила Писи То есть Пуси Пауэр, да? Смертоносные кошечки Но они... Они дешево стоят тоже Так, гидропоника Это у меня коллекционные вещи Есть у меня коллекционные вещи Поэтому, друзья, надо посмотреть Пустынный повстанец Пустынный повстанец Пустынный повстанец Тоже дешево Блин, надо... Надо что-то сделать Ну, я бы... На самом деле у меня уже есть Вот такой вот акусик Поэтому давайте я разыграю вот его По цене он получается на первом месте Топливный инжектор, короче, ребята АВП Азимов И снежный вихрь Хорошие цены Дорогой розыгрыш Как обычно, ребята Скинчики хорошие идут Поэтому спасибо вам за ваш лайк А как поучаствовать в этом конкурсе Вы узнаете, соответственно, в конце видео Все будет описано Спасибо вам еще раз за ваши лайки, друзья Надеюсь, наша полоса будет длиться долго И, соответственно, мы с вами и покрафтим И пооткрываем еще много эпика Увидимся на следующем видео Всем пока и удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok